В понедельник мне прислали письмо от Марины Милеховой. Я сразу не смогла записать видео, она попросила озвучить. У меня начались проблемы со зрением, я два дня бегала по врачам. Вот записываю. Здравия, дорогая Леночка. Пишу тебе 27.03 и СИЗО 2 Армавира. Очень прошу огласки, родная. В отношении меня начались жесткие репрессии. На 15 суток меня заточили в карцер. Это жесть. Как выдержала эту тюрьму в тюрьме, не знаю. Камера размером 2х2 метра с унитазом и раковиной. Деревянные нары. С 6 утра до 22 часов пристегнуты к стене на замок. В 6 утра приходилось лежать на голом полу. Простудила почки в карцер. Нельзя брать свою еду, одежду, даже книги. Кушала только тюремную баланду. На пальмовом масле, которое несъедобно. Сама знаешь. Впервые в жизни я испытала чувство голода. Я реально голодала. Не могу словами описать. Это жуткое унизительное состояние. Такое беспомощное. Слезы текут. Кушать хочется. А есть взять абсолютно негде. И это в 21 веке. Леночка пила техническую воду из крана. Вонючую. Хлорированную. Выдали роботюремную с надписью «Карцер». Не дали взять даже сменное белье. Приходилось стирать и сушить белье на себе. Холод и сырость жуткие. Душ один раз в неделю. Такие унижения я прошла. Лена ломали мою волю. Всеми способами. Без слез не могу даже описать. Поросла все круги ада. Леночка, прошу зачитать это письмо на видео. Апелляцию еще не назначили. Жду. Наверное, в конце мая будет. Как суды, так и тюрьмы переполнены. 70% сидит под 228 у КРФ. В основном молодежь. Налицо имитация бурной деятельности власти. Получила на счет ВСИН 20 тысяч ВДИНФУ. Огромная им благодарность. И всем низкий поклон. Уже купила в магазине СИЗО яблоки, морковь, мед, сухофрукты, орехи, семечки. После карцера ЕМА не могу наесться. До сих пор не пришла в норму. Жду ваших писем, друзья. По адресу. Армавир, Пукачева, 32, СИЗО, 2. С уважением, Марина Мелехова. 27.03. Пожалуйста, пишите, поддерживайте. Полиц заключенных. Это очень важно. С месяца назад Максим Глебов написал по моей просьбе Марине письмо электронное. Ответа на него не было. Видимо, оно не дошло. Видимо, мои письма Марине не передавали в этот период. Но, тем не менее, писать надо. Она уже вышла из карцера. И письма, я думаю, доходят.